Мы с вами находимся в книге Веселатый Шарим, всем шалом, на одиннадцатой странице в нашем издании. Это три вещи, которые, три фактора, которые дарят нас качество осторожности. Качество осторожности, запомните, это возможность легитбонен, всматриваться, углубляться, глубоко смотреть на свои поступки, на свои действия, на все происходящее и так далее. Анализировать все до, после, во время и после этого и так далее. То есть человек живет глубоко, он вращает внимание, он не просто течет. Первая вещь, которая нам мешает вообще в этой силе привести себе это качество, это называется тирдагаулами, это занятость, озабоченность материальным. То есть что делает эта озабоченность, она берет у меня эту силу всмотреться в свою жизнь, проанализировать свои поступки, да, это сила определенная. То есть человек должен себе развить такую силу, что он, как бы, это, 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 сила его, как это объяснить сила, к примеру, я вам приведу пример, у меня есть один родственник такой, он, там, любую овечку, которая видит, он сразу, сразу, как бы, ее привлачивает, как можно сделать бизнес, как из этого можно заработать деньги, как бы, сколько можно получить, вот, туда, сюда, в Израиль, в Украину, в России, туда, он знает все, как бы, уже, то есть уже, как бы, уже в России, в Украину уже не может это, там, все бизнесы делать, да, но раньше так это было, да, он сразу так, ага, здесь то, то есть это сила такая, да, то есть он чувствует, что это силой, он человек, он существует, он управляет, создает что-то, как бы, он, 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 да, как бы, это его мощь, как бы, это сила такая. То есть, поэтому и человек, как бы, он, у него есть такая сила, да, это всматриваться в вещи, анализировать совмещать вещи и так далее только что делает это сила, где я могу использовать материально, я могу быть в бизнесе использовать, я могу быть менеджером я могу эту же силу использовать куда? во внутренний мир, секунду, смотри ты здесь встал, сказал, смотри, как на тебя это повлияло как это произошло ты должен в следующий раз человек может эту же самую силу эту самую аналитику те же самые таланты, эту мощь направить на внутренние процессы поэтому что берет эта озабоченность в этом мире? она берет эту силу которая у меня есть, всматриваться вещи, анализировать вещи, управлять процессами и так далее, она берет эту силу соединяет ее с тем, что у меня есть здоровое зерно, ведь я материальный, я должен жить, кушать, питаться, посмотреть квартиру и есть какой-то рациональный минимум который мне нужен, она берет эту силу, вместо того, чтобы направить ее на внутренний мир, она направляет ее на материальное, и там эта сила начинает теперь заниматься материальными вместо того, что работает 100 шекелей, занимает 100 тысяч шекелей начинает теперь лететь вещами и так далее то есть это в принципе ошибка такая происходит это диспропорция такая, это неправильное направление силы и человек, то есть получается, что в принципе, если я так я помню, смотрел на этот родственник и думаю взять его вот эту силу как он за секунду там допустим там увидел там здесь что-то, здесь он смотри, можно так, 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 у него уже расчеты я позвоню товарищу, мы это сделаем там через границу провезем все уже работает, за две секунды у него и думаю, смотри, этот человек, если бы он взял эти все силы, думаю, направил во внутренний мир он бы был таким праведником у него такая возможность анализировать как бы, да, дай бог мне такую возможность да, все, и так быстро все, как бы и все, у него все складывается все элементы в один пазл, да, соединяются и так далее вау, думаю, он бы эти силы просто бы перевинул в материальный мир там, немножко, 10% оставил бы десятину бы оставил на будничные вечера, на материальное а все остальное внутреннее мир это какой бы был праведник он не хахам там, я знаю, и так далее то есть, теперь, когда ты и скажешь ему эту человеку, давай, там будь праведником там нет хахам, а у меня сил нет нет, у тебя эта сила вот такая огромная, развита, ты просто ее ассоциируешь, что она как будто бы изначально родилась для бизнеса нет, это сила ты эту силу можешь использовать в одном направлении либо в другом направлении так вот эта ецерара мировая занятость материальным она нам эту силу украла и впустила в материальное и все заняты сколько человек, допустим, покупает телефон в среднем, сколько строит кто-то у вас телефон недавно покупал новый полгода назад сколько времени тратит человек, чтобы купить новый телефон? поиск, анализа, сравнение а? день все свободное время а? 15 минут и покупаешь телефон то есть, допустим, есть там до завода 3000 шекелей и покупаешь телефон за 15 минут так быстро все сравнил и сразу две вещи тут в общей сложности час может быть теперь а ведь еще есть мысли это чистого поиска час сравнение он читает какие-то отзывы анализы и так далее а сколько он еще этим думает об этом занятым сомневается секунду тут батарея камера у него какие-то еще сомнения на алиэкспресс купить но без гарантии здесь но с гарантией то есть, если еще день как минимум или все свободное время за несколько дней я так подразвиваю здесь покупки у него еще и мысли есть вокруг как бы да там скажем час покупать или не покупать час покупать не покупать потом потом купил потом думает а секунду ой я же о может отменить заказ уже нельзя ой он там еще он вдруг забыл взять расчет что-то вдруг он слышал что-то кицу это процесс какой-то может быть чисто времени сам заказ 15 минут выбора там чистого часа мнений еще больше это самое кицу ну это фанатик теперь теперь человек обратим скажем тфилин выбрать таким образом и трог выбрать таким образом да человек начинает читать там в интернете секунду какой трог лучше выбрать секунду есть троги которые с лимонами которые емецкие троги но я-то я ишкенадский большой оливай как говорят оливай чтобы столько времени хотя бы и такое же отношение будет секунду и трогну это самое хазон ииша вроде бы у нее тоже есть традиция что они не как такие муркавные влите вот эти ну когда сойдет два вида растений как называется она скрещиванные скрещиванные нет ну вот когда допустим скрестили 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 тоже и трог с лимоном как называется гибрид но еще я забыл он начинает там сейчас а привитые там и так далее привитые привитые трог да это самое если бы он силу направил как бы допустим митсву не у них есть традиция привитые но у немецов такая традиция все так я позвоню лучше травину кицу представьте человек так и трог выбирает ну а ухоше целую неделю он ходит у него волосы стоят что такое секунду не мешает думаю секунду чем-то забочит да я могу трог выбрать то если правильник да это же это же та же самая сила только я цара сумел ее сбить в материальное у нас такое ощущение что вот эта сила она чисто материальная и ты говоришь человеку там айтрок ты так не выбираешь ну конечно у меня нет у тебя есть такие силы у тебя есть возможность так выбирать так анализировать так сравнивать и так далее только эту силу она у тебя в плену у я цара что-то чисто материально нужно разобрать эту связь что нужно для этого сделать нужно как мы учили сами освободить правильное время для вот этого всматривание и не раздувать эту силу для этого мы должны посмотреть что действительно необходимо нам для жизни человек должен не просто деньги зарабатывать Проанализировать, сколько действительно нужно зарабатывать Действительно это очень важная вещь Действительно ему нужен Мерседес Может быть да, может быть нет Для этого он должен выделить время для изучения Торы Потому что Тора потихоньку-потихоньку ведет его в процессы Ему покажет, что эту же силу Ведь смотри, ты можешь эту же силу использовать в какой-то вещи там и так далее Этот же талант Можешь его трансформировать в этой области Эта идея Взять вот эту занятость материальным И переместить ее, чтобы у него было доминирующее занятость Духовное Чтобы человек допустим сидел Смотри, у меня молитва не идет Почему она не идет? Уже три дня я молюсь И я вдруг последней молитвой Не могу понять, в каком было сведение нахожусь У вас еще нет этой проблемы Кто на память еще знает молитву То не учите Все стараются учить молитву на память И я вам советую, не учите Как вы учите ее на память, перестанете молиться Это случится когда-нибудь, но оттягивайте Потому что пока человек молится по седуру Читает каждое слово Бекает, мекает Он по крайней мере молитвой занимается Те, кто знают на память Они теперь должны Все время война Нужно все мысли сконцентрировать И так далее Может быть более высокая молитва, если получается Но человек может все свои силы направить на это То есть он должен взять эту занятость материальным И сделать себя занятость духовным Так, секунду Я грубо ответил в этой ситуации Почему со мной это происходит Что было, что предшествовало Что меня спровоцировало на эту вещь Где это находится А кицу нет ответа Ходит, ищет, слушает Вдруг услышал какую-то программу по радио Там была передача Там раввина Он сказал О, вот ответ на мой вопрос И так далее То есть сбить эту занятость Которая есть у нас То есть материального Дать ей большую занятость духовную И что А сколько нужно материальной То есть чтобы мы не увеличивали Только эту занятость Это мы учили Все это про качество Про первые факты Которые удаляют нас осторожности Он берет нам силу осторожности Что это Всматриваться, анализировать Глубоко подходить к вещам И эту силу ЕЦРА Говорит, Тов, ты начал заниматься осторожностью Давай вознеси эту силу в материальное Теперь мы должны увернуть Теперь есть вторая причина Которая нас отдаляет От качества осторожности Мы на 11 странице Я только быстро прочитаю Предпоследний здесь абзац Он говорит, так вот Это заключает в себе так же Что необходимо выделять время Для наблюдения за собой И исправления своих поступков Деяния здесь написано Как сказано выше И кроме того Мудрый человек Не утратит любую свободную минуту Здесь мы тоже говорим Что ЕЦРА Он властвует над нашим понятием Он выдает нам Культура своей Которая говорит Что у нас есть свободное время И в свободное время Мы свободны Да Поэтому мы говорим Что у нас нет Поршарства Нет свободного времени На самом деле Да И кроме того Человек не тратит Любую свободную минуту И использует Но использует Для работы С собственной душой Для исправления Улучшения качества Своего служения Поэтому да Я ему говорю Кто А у меня нет Свои сейчас телефона Это самое У кого Телефон с кнопками У него почти есть Тоже есть ЕЦРА Но почти никого нет ЕЦРА В телефоне погрязывает Настолько неудобно Да Люди думают Когда светские Что регионы Не покупать телефон Там Одна из причин Что у них денег нет Это неверно Потому что сегодня Телефон на кнопках Стоит Как и смартфон Плюс-минус Телефон на кнопках Скажем Какой-то нормальный Стоит Плюс-минус Есть человек Смартфон Более-менее нормальный И так далее Понятно Что есть более дорогие Модели И так далее И видно Что у региональных Тоже есть такие телефоны Но те Кто продолжает С телефоном Этимы ходить В ЕШИВах Очень Сегодня нет Серьезной ЕШИВы Где Равин Либо Ученики Могу Почему Потому что У тебя нет Цара быть порабощенными Потому что Все неудобно То есть Ты изначально Ставишь себе Знаешь Что там тебя Можешь засосать И ставишь себе Преграды Чтобы этого не было Тех Работают У кого Какие-то возможности Но Это пример Этого Потому что Это К примеру Вещь Забирать Все свободное Время Тем более Дети Если есть Больше зло Котормозит Своему ребенку Купить ему На бармитву Айфон Проблема Что я показываю Эти бармитву Она Как называется По-русски Общерничь По-русски Называется Это Это проблема Все Ребенок Не смеется Не реагирует Апатично То есть Ты убиваешь Своего ребенка Своими же руками Дети Сидят Как бы Такие Зомбы Он не знает Что такое Ни футбол Ни войнушки Тору Не умеет Ничего Как бы Да И все Все время Там Такого человека Если он С детства Так родился То он Он все Он как бы Не знаю Мне кажется Что нужно сделать Чтобы тебя вернуть Из этого Все свободное время Его будет там Все время будет там Не останется Никакого времени Для улучшения Качества Этот фактор Беспокойной Заботы О материальном Благополучии Есть фактор Всеобъемлющий То есть Это общий Общий фактор Он Как говорили Царствие и цара Но спасить От него легче Чем от других Это фактор Всеобъемлющий Касается Всех Абсолютно Всех Всех Нашей жизни То просто Нелегче От него Спастись Нужно только Найти правильную Пропорцию Занятости Материальным И силу Занятости Материальной Которая У тебя Потрачена Занятость Материальную И направить На занятость Духовную Поэтому Это В принципе Ничего нового Себе развивать Не нужно Нужно только Пропорцию Сделать Вернуть Из пропорции И вернуть Пропорции Сейчас мы Переходим Ко второму фактору Он уже тяжелый Давайте про него Почитаем Какой это Второй фактор Кто помнит Здесь две вещи Да Легкомыслие Насмешка Легкомыслие Это Написано Видите Схок Схок Какой Как смех А Тоже Здесь Насмешка Видите Написано Лакцион Это Клоун Такой Лицанута Клоун Такой Да Как бы Это Клоун Такое Это Клоунство Такое Да Как бы Это То есть Есть Давайте Прочитаем Поговорим Давайте Кто хочет Читать Очень тяжелый Очень тяжелый Второй фактор Вводящий От осторожности А именно Легкомыслие Насмешка Тот Кто погружается В легкомыслие Насмешку А Так Двенадцатая Двенадцатая страница Нет И что Закончилась Копия Чтобы жизнь Марина не казалась Нужно найти Двенадцатая страница И понимает Объяснение И не понимает Резону Об этом Сказал царь Шламов О смете Сказал я Что он Безумен О веселье Что Прокруга И сказали Мудрецы Смех И легкомыслие Приучают Человека К К К К К Давай Давай Становимся Здесь Пока На секунду Потихонечку По нему Идти постепенно Продолжение следует Тов Тов Ээээ Нет я не ляву В офисе А все Спасибо Хорошо Всего хорошего Культу Тов Ээээ Владимир потихоньку Здесь Очень тяжелый Второй фактор В этом первом Говорит Что это Очень тяжелый Фактор Уводящий Это Осторожность И именно Легкомыслие Насмешка Тов Тов Погружается В легкомыслие Насмешку Подожди В том В том В море Где трудно Спастись Дальше Он приводит Здесь еще Говорит Легкомыслие Уничтожает Человеческое Сердце Настолько Что Разве Престает Владеть Человеком И Человек Становится Пьяному Безумному То есть Две Вещи Есть Пьяный Есть Безумный Согласно Насмешке И Легкомыслию Правильно То есть Легкомыслие Это Пьяный Можно записать Да Подобно Пьяному Сейчас Записнем Почему Насмешка Это Подобно Безумию Сумасшедший Шоте Шоте Это Сумасшедший Насмешка Безумие Сумасшедший Да Не понимает Объяснений Не принимает Резонов То есть О чем идет Речь Качество Зигирует Осторожности Это Такое Душевное Состояние Человека В котором Он живет Он живет В осторожности Он обращает Внимание Он Видит Ся между Вещами Он Анализирует И так далее То есть Это Такое Душевное Состояние Приходит К нему Второй Фактор Удаляющий Вот этого Качества И Просто Меняет Ему Состояние Серьезности То есть Человек Который Живет В качестве Осторожности Он серьезно Относится К вещам Он обращает На них Знаете Как Ребята Которые Работают В этом Самом В разведке К примеру Они сидят Там И Как это Работает Сейчас Вещи Что они делают Подразделение Прочитывает Сотни Сайтов Читает Сотни Статей Переписки Людей Реакции Какие-то Новости И так далее И из общего Потока Пытается Вывести Для нас Много Много Глупостей И так далее Но Человек Который Занимается Профессионально Видит Весь Поток Он Видит Что Есть Какая-то Идея Которая Начинает Просачиваться Есть Какая-то Вещь Которая Начинает Что-то Влиять И так далее И Ткицу Если Видишь Терористы Пытаются Пробудить Какое-то Восстание Пробудить Людей Совершать Теракты И так далее Есть Разные Инструменты Какими-то Делаются И Серьезным Что Такой Серьезный Есть Такой Осторожный И так далее Да Поэтому Говорит Что Что Те Кто Попадает В Этой То Есть Когда Когда Я Живу В качестве Осторожности Я В принципе Говорю Что У меня Есть Какая-то Какой-то Смысл В жизни Я К чему-то Стремлюсь Поэтому Я Анализирую Да Поэтому Я Осторожен Поэтому Мне Это Важно Эта Вещь И так Далее Приходит Это Насмечество И оно Говорит Все Несерьезно Все Не Имеет Значения И так Далее Все Глупости Там И Серьезно И так Далее Ты Где Нас Живешь И так Далее Как Есть Разные Такие Выражения Которые То Получается Что У Человека Подобие Тонущему В море Почему Он пишет Именно Тонущий В море Почему Не Тонущий В 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 Тонуть Что Особенно Есть В Море По Отношению К В 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 нет смысла бессмысленно куда-то плыть нет конца и края того куда ты будешь плыть будет туда может вообще ошибка куда поэтому и здесь да то есть и что делать на металленно смешничество и шутки эти нас есть свечиство легкомыслия несерьезное отношение к миру она говорит смотри тебе некуда плыть в этом мире куда ты плывешь все просто так то есть на смешничество нечего который клоун так уходит таким улыбка нарисовано час люди из пурима делают карнавал и клоунаду куда и взяли стиле непонятно взяли неверетские идеи из там с карнавалом и тогда есть обычая делать костюм определенный так далее есть вот так это же идея не не все мудрецы с ними согласны и спорте кто идут по мнению которые что-то можно там и нужно то даже бы они понимать что чем они занимаются пурим это не карнавал да его к сожалению везде рекламируют и показывают как карнавал да и ни в коем случае нас не должно проникнуть это качество не карнавал то не день легкомыслия на смешничество шуток и так далее нужно быть очень осторожным чтобы в состоянии искать лошонара чтобы не подсутить и может быть немножко выпишем состояние веселым над товарищем и позорить его при всех и потерять удел в будущем мире позорящий товарища прилюдно потерять удел в будущем мире и так далее то есть пурим это веселый серьезный день так как раз перед пурим он пришел эта вещь да то есть это не не идея то есть прежде всего да это насмечество оно должно то не об этом идет речь но а может быть еще одна смене что не только когда люди смеются смехаются и так далее а это может быть такое отношение к жизни что нет смысла нет стремления никуда я думаю что человек это живет в виде атеизма примеру да либо философская идея что мир вечен он живет в принципе ощущение что некуда стремиться поэтому нужно много там развлечений театры время не придумывать театр там навеки там и так далее да уже какие-то спорт нужны какие-то развлечения здесь ты никуда не стремишься зачем ты живешь просто так пусть еще кучу страданий мучений в этом мире поэтому нужно много развлечений много развлечений клипы песни там и так далее все так серьезность люди которые отмечают там какая песня как клип там занимает позицию там раздают и всякие там статуэтки за эту гадость там и тогда кицу тратит кучу времени это все это все идея легкомыслия и насмечничество то есть не серьезно отношения к жизни все просто так тогда это очень грустно тогда нужно много сделать фейерверка в жизни много штарам сделать музыки то передачи по телевизору бесконечно калече всякие глупости там когда мелодию чем нужно угадывать мелодию нужно жизнь разгадать свою твоя жизнь то загадка ее нужно разгадать с первой ноты лучше всего со 2 с 3 люди страдят жизнь там барабан крутит этой помощи те передачи которые я помню дома когда и всякие там есть эти певцы там есть эти самые там братья и всякие там перешли братья старшие братья передачи кучу всякие передачи люди тратят время потому что они сейчас в жизни нет ничего серьезного это тяжело жить в таком мире нужно быстро как бы себя пиани чем-нибудь быстро создать атмосферу как бы и веселости шуток такой чтобы не все упали в депрессию одновременно так живут то есть насмечество и легкомыслия это не обязательно что люди ходят таких колпаках там хохочу там и и туда а вся эта культура это насмечество клоунада одна большая до новости начинаются да там просто это смешно за такое да там говорится глобус такая музыка туда 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 папа баба по там все там события туда-сюда добрый день мы начинаем там сидит как будто он на пуп земли ну что такое нужно сказать что произошло в мире давай выберем лошонарай всего этого сколько тебе осталось две минуты эфира из двадцати беседах из этого все важно говорить и так далее может можно коротко сказать написать и все это же все знать создали бум-бум такая это все насмечество такое и кажется телевизор в таком напряжении там вот в центре управления мира сейчас слушает там получает там новые свежие все это глупости поэтому это вся культура того которая отношение к жизни не серьезно и нужно создать ему много как бы вещей как бы серьезных и много развлечений и так далее поэтому это образ жизни такой да это и для чек смеется и на и немножко шутит да это нормальная вещь может быть к вы да такая простая вещь все это в этом получали удовольствие да как говорит и виночерпи порогов я вспоминаю своих прегрешения да когда меня порог поставил в тюрьму то там был и сэф там да там и хатай анимас кире вспоминаю свои грехи так и здесь искать свои грехи да когда-то говорили светом квн туда-сюда ты все на смечничество вашу нора на смечничество позорит людей при попу лично и так далее там и трата времени денег сколько можно было денег выделить на больным бедным помочь им все это ведь да так это это такое есть целая культура которая говорит тебе не относитесь жизни слишком серьезно слишком до живи как бы по простому поэтому тонет в море до некуда спастись да все это на смечество делает и тебе как ощущение что некуда стремиться в жизни нет стремление это культура такая да поэтому нужно веселиться и так далее и великом если вы считаете человеческое сердце настолько что разум перестает владеть человеком по то есть да это тебя нет никакого шанса отнестись жизни серьезно что-то с собой сделать поэтому сегодня допустим вот да особенно из жертвы мы еще родились как бы на переходе этих там поколений да там еще относительно тех нуждаются делать дети сегодня то это не рождается в этой культуре все это телевизор и там телефоны и так далее все все как бы развлечение и так далее то есть все как бы человек у него не на говоришь что у меня как-то позиции с подростками встретиться ощущение что если разговаривать даже не всех даже не все выгружат телефон на пять минут то все что говоришь они как бы я смотрю тебя этого все несерьезно как бы да ты не можешь не можешь проникнуть в бункер да то есть человек вы сегодня молодежь же состоянии что все просто так все несерьезно все и ты не пути может ни одной глубокой вещи к нему достучаться обратить это нужно сегодня целый вырабатывать техники как молодежь возвращать их чувей и так далее более взрослого человека сегодня можно еще просто его нужно повернуть другую сторону а это все как бы ты разговариваешь чувствуешь как бы все так смотрит на тебя таким апатичным взглядом такой все закончится урок и питаешься и так и так и туда сюда это это тоже ждет культура она делает как бы отношение такое как бы да у него поговорить что у него разум предстоит владеть человеком все как бы нельзя достучаться к нему и человек подобный становится подобным пьяному и безумному который невозможно что-либо объяснить и посоветовать потому что пьяный и безумный не понимает объяснение принимает резонов не выйдет и писать здесь вещь немножко в другом контексте вот здесь написано объяснить у меняется в ручке объяснить имеется ввиду показать ему мудрость в чем-то да подобным пьяному и безумному который невозможно что-либо объяснить и посоветовать потому что пьяный безумный не понимает объяснений что такое не понимать и принимать не принимает резонов по-русски мудрость и говорят что пьяный мир ему кажется равниной у лям до мэр окей мишо мудрость и что имеется ввиду то что в обычный человек видит что умели если это преграды из подъемы падения из опасности какие так далее у пьяного все все равно все все находится мишо до равнина то есть имеется ввиду пьяный говорит себе а коль вы седор все в порядке все обычно говорится мы есть проблема то 5 идет прямо все в порядке это отношение к жизни когда все в порядке отношения пьяного то есть если мы у себя находим отношение что все в порядке в чем проблема как бы до работа чоба так далее всем не о чем заботиться да он сейчас не думает о том что будет завтра что будет после этого и так далее все все у него в порядке этот ощущение до жить в пьянстве таком да когда мир кажется все в порядке я не буду сказать что нужно думать что все плохо мы должны жить в состоянии чтобы обращаем внимание на на все нюансы все возможности и так далее да на секунду я сейчас хочу это сделать что это может бы повести какая вещь может это выйти и так далее стоит не стоит и так далее окей да он этого расчета у пьяного нет он что решил не пошел а там люпа лужа не лужа напрямую да по сравнению с ним сумасшедший тут написано безумные на виденцы что ты это сумасшедший такой да уже за другая вещь то есть пьяный он не обращает внимание на на преграды на на нюансы на тонкости мы говорим и вставку в вдалу а так он антану в каком благословение кто помнит в амиде муцей шаббат их муцей хак 3 4 то есть теперь ты первые три постоянных в регионе что первое благословение три благословения 1 который это благословение всевышнего сваления первое благословение после этого это что разум дающий разум то есть это самая вещь это начинается все остальное до глубокие вещи всевышний разум там и так далее поэтому мудрецы говорят что вставку правда на в вдалу нужно стоять именно в это благословение почему потому что говорят мудрецы такую фразу и мэндат авдалами на им если у тебя нет разума то как ты сможешь разделить что-то то есть это мы видим что идея разума это разделить добро и зло свет и тьма святости тума народ израиля народы мира право и лево и знаю там в этом мире есть много вещей где должен разделить то есть у меня должно быть отношение к этому миру что я знаю что в этом мире добро и зло перемешаны в каждой вещи в каждом поступке в каждой ситуации есть смесь этих вещей должен посмотреть внимание окей сейчас сделал то сделал так и без от решения ты сделал добро проверь потом что из зла в него вкралось потому что ты сделку это вечно вот но там было много почета твоего ты сделал митву но за то о том чтобы его напишешь из табличку вот пожертвована и так далее там сделано таким там все скажут молодец там и так далее окей гордыня во мне есть начинаешь работать с этим поэтому именно вставка вдала разделить должна быть именно благословение продать про прознание про осознание потому что это та сила которую осознавать потому что говорят что именно дата вдала миналь если нет имеет разума то как ты сможешь разделить между вещами пьяный же да он не разделяет это идея пьяного не разделяет то есть отсюда может быть еда люди иногда говорят там приехать там с россии туда ли там в хабаде может ему-то привыкли так далее да там в чем проблема пить потому что это это идея человека да мудрецы это не мудрецы не разрешают просто как среди дня там пить и так далее это не такая простая вещь что проблема сумасшедшим в чем сумасшедшего то есть пьяный видит дорогу и только не замечают преграды не умеет не может разделить да весь мир ему кажется одним тем же по жизни как бы не обращая внимание все есть подряда и добро и зло все вместе этот сумасшедший у него другая вещь у шумасшедшего есть свой путь есть свой путь в мире своя дорога он смотрит по-другому на все что мы смотрим по с одной стороны да то есть сумасшедший он свой этот мир по-другому он живет в своем мире как бы не это не своем мире а он смотрит на весь этот мир по-другому другим взглядом есть свои понятия почему же здесь происходит поэтому обычный человек который допустим с ним происходит какие-то вещи то он делает выводы из каждого поступка на ситуации с каждой там проблемы и так далее приходит к кому-то выводы что нужно изменить исправить у сумасшедшего же это не происходит если он сумасшедший не издушный справка что он должен больницы вместо это взгляд на жизнь такой да он на жизнь таким взглядом что для него эти все вещи ничего не говорят у него есть свой путь свой взгляд на эти вещи поэтому он не может получить на себя никакое управление здесь написано резонов то спи пьяные можешь получить объяснений тоже были просто здесь резонов на ведь написано не может получить на себя управление Сейчас мы объясним, почему есть управление Потому что сумасшедший думает, что в мире есть другой путь То есть пьяный, ему нельзя объяснить, что есть преграды на пути Он знает, что это дорога, но сумасшедший, у него есть свой путь Он твое управление не может получить, правильное управление не может получить Почему нужно управление? Потому что мы говорим, что мир он материальный И в нем скрыт духовный смысл, духовный потенциал Который нужно определенным управлением вывести наружу, проявить То есть мы не относимся к миру как к данности Народы мира относятся к материальному как к данности И теперь вопрос, что мы здесь делаем, как мы здесь выкручиваемся в этой ситуации Мы смотрим на мир материальный, который Всевышний Стос дал Как основа, которая скрывает в себе материальная основа Которая скрывает в себе какой-то духовный потенциал Который еще не раскрылся, еще не стал основой И поэтому нужно какое-то управление, наставление Как это проявить и по отношению ко всему миру По отношению к народу и по отношению ко мне конкретно То есть мир должен что-то в себе проявить Мы это говорим в Торе Отходите к Грибу Берешит Самую первую там Грибу Прошаббат говорили К Грибу Прошаббат И знамет об этом, это вторая страница Вторая глава, первую посылку Были закончены небо, земля и все воинство их И закончил Всевышний, написано тут к седьмому дню, да? Но на верите написано в седьмой день Они тут и немножко хотели скрасить что-то здесь, да? У них есть были идеи, что здесь прикрасить И закончил Всевышний к седьмому дню свою работу Но на верите написано в седьмой день свою работу То есть в Шаббат была еще какая-то Аллаха, который Всевышний сделал Видите, на веру написано и закончил Всевышний к седьмому дню На второй странице Вторая страница, первую посылку, да? И закончил Всевышний к седьмому дню на вид сна в седьмой день то есть еще одна вещь которую всевышний сделал в седьмой день сам всю малаху свою которую он делал я отдыхал все выше в день 7 работы своей от 7 махи свои которые он делал и просил все выше бог 7 светил его ибо в этот день отдыхал от всей своей малахи которую совершил всевышний созидая о визита ашебраю ким ласот который сотворил всевышний делать более точно написано на 100 это инфинитив делать не не созидая а делать все выше сотворил что-то делать то есть имеется ввиду мир создан мир создан а тогда нечего делать нет мир создан определенное минимум какая-то снова создана чтобы тебе было что делать этот мир создана чтобы его делать то есть и выше не создавал мир по отношению к человеку в аспекте что как бы все как бы уже мир совершенен бери и пользуйся им о мы даже разделить между тем что всевышний создал с одной стороны мир что это совершенства было с другой стороны по отношению к человеку есть еще что здесь делать? То есть человек должен еще раскрыть совершенство мира. То есть мир состоит на двух аспектах. Стоит совершенным, что нечего менять. С другой стороны, человек еще так не воспринимает этот мир. Как я бы говорил, к примеру, мы заходим в какой-то музей, там глупости в музеях, но человек заходит в музей, предположим, какой-то там есть какие-то великие картины там висят и все, все совершенно. Люди приходят здесь только получить какое-то удовольствие, только какую-то музу от этих картин, там идею, там вдруг заходит человек, достает такой черный такой маркер, такой одному усы нарисовал, так, здесь, смотри, здесь ему нужно рукава подлиннее сделать, здесь там из трубы дым идет, там и дорисовал пару вещей, там, на него сразу там прыгнуло 300 охранников. Все, все эти миллиарды долларов, тут картины, сто ли миллионов долларов, ты все здесь испортил, да? То есть, а, да, это, а, не, я приехал из села, как бы, у нас там в селе по-другому, там, у нас на всех заборе, дорисовывают, я не знал… Киксер, он неправильно смотрит на мир, он не видит совершенство, ему кажется, что нужно все что-то в мире еще исправлять, поэтому человек в таком аспекте, что он ничего не видит этого совершенства, ему кажется, что если в этом мире, что нужно еще менять, то есть, иметь в виду, нужно себя исправить, чтобы увидеть совершенство мира, тем не менее, здесь написано, что в этом мире есть еще что делать, мир не создал, да? Всевышний ставил свой мир. Делать. Что делать? Делать мир. Получается, в этот мир еще его нужно доделать. Имеется в виду, нужно себя исправить в этом мире, чтобы воспринять мир как положено. То есть, есть что еще развивать в этом мире. Поэтому нужно управление, назидание, наставление, как проявить эту внутреннюю суть мира. Как в этих рамках, в этих ситуациях, в этих проблемах проявить внутреннюю суть мира. Поэтому сумасшедшие относятся к этому миру по-другому. Он видит мир, что ли? Он видит другой мир. Здесь нечего делать. У него есть свой взгляд на мир. Ему нечего делать. Все здесь хорошо. В этом мире есть ничего. Что раскроется в этом мире? Все здесь есть. Все в порядке. Вот это мир. Что ты начинаешь здесь раскрывать? Что здесь скрыто? Нет, у него свой взгляд на мир. Поэтому, скажем, сегодня средний развитый культурный человек, он смотрит на мир как загадка. Сегодня наука относится к миру как к загадке. Есть много теорий. Уже давно не было законов, правильно? Слышишь, каком-то на законе, последние 100 лет, какие-то законы новые? Нет законов. Столько было законов. Закон Ньютона, закон того, это Архтеда. Мод назад обновили Конституцию. Нет, не законы Конституции, а законы физики и так далее. Сегодня есть теории. Почему есть теории? Мы не очень уверены, мы сомневаемся. Это загадка для нас еще. Тут есть такой взгляд, такой взгляд. Если мы полетим слишком быстро, то это будет другой закон. Если мы эти вещи рассмотрим в другом параметре, то кажется, что мы сомневаемся. Есть теория, есть предположения. То есть, другими словами, человек сегодня смотрит на мир как загадку. Нужно ее раскрыть. То есть, мир что-то в себе таит. Какая-то загадка, которую нужно ее раскрыть. И этим занимаются. Чем глубже копают, тем больше загадка становится. Поэтому нужно какой-то путь, направление, наставление, чтобы раскрыть эту загадку. А это несерьезное отношение к миру, как к смечничеству, как к легкомыслию, как к пьянству, как к сумасшедшему. Он говорит, что все здесь. Куда ты ищешь? Что ты ищешь? Все так просто. Смотри, вот видишь, банан, вот пальма и так далее. Все в порядке и так далее. Куда ты стремишься? То есть, этот взгляд, который не видит в мире ничего скрытого, что нужно раскрыть, это взгляд на смечничество. Он видит не только в мире, он в твоей жизни не видит ничего. В себе человек не видит ничего. Мы, допустим, где одеваться скромно, быть снюд. Для от сне на иврите снюд, на русском это есть два слова скромность. Снюд, видите, есть два слова скромности. Слово анова и есть снюд. Снюд это больше в поведении человека, в одежде, в поведении, в проявлении. Анова это внутреннее состояние. Так, если мы говорим про тснюд, то глагол на иврите это скрывать. То есть, человек цануа, человек скрытый. Оп, спокойно. Скрытый, это не значит, что он скрывается от кого-то, да? А скрытый, имеется в виду, что он знает, что в нем что-то скрывается. И чтобы это скрытое раскрыть, есть целая система, подход, как в этом мире это скрытое раскрыть. С одной стороны, не уничтожить материальное полностью. С другой стороны, не уничтожить духовное. Как я в этом мире раскрываю скрытое во мне? Один из вещей, что она говорит, ты должен определенные части органов себе скрыть. Чтобы внутреннюю вещь раскрыть. Иначе, если ты полностью раскрываешь тело, либо определенные его органы слишком ярко и так далее, то это затушевывает, это мешает тебе увидеть в мир в пропорции. То скрытое, что есть, ты не увидишь, потому что тело закроет все, материальное все закроет. То есть, да, поэтому я в этом мире должен, если определенное наставление, как я себя веду. То есть, человек, который сегодня одевается нескромно, он, в принципе, говорит такую вещь, во мне нет ничего больше, кроме как вот, вы же хотите меня увидеть, пожалуйста, вот, вот я, да, там, и это максимум, да, всякие там идеи, там, да. Это максимум человека. Человек, который знает, что в нем что-то скрыто, ощущает это, он знает, что в мире что-то скрыто, то он говорит, это не нужно меня всего видеть, потому что это не я. Есть во мне что-то более глубокое, что я хочу, чтобы вы с не этим и встретились. То есть, если я буду вести этот урок без одежды, да, то никто не сможет слушать здесь вещи, да, это будет мешать. Чтобы можно было услышать вещи более духовные, нужно, чтобы материальное было определенным образом в каких-то храмках, чтобы, да, оно не мешало проникнуть в более глубокие вещи. Поэтому понятно, что человек, который сегодня, скажем, девушка, которая не скромно одевается и так далее, это показывает абсолютно на материальную, как бы, взгляд на вещи. Потому что человек ощущает, что кроме тела в этом мире больше ничего нет. Нет в тебе никакой загадки. Поэтому вот я весь, вот я вся дам и так далее. Человек говорит, что нет, во мне есть определенная загадка. Я на самом деле что-то более глубокое. И я хочу, чтобы ты, мой будущий супруг, встретился со мной, имеется в виду, не с моей внешним правлением, а со мной скрытым, настоящим, глубоким. Я хочу дать тебе эту возможность, чтобы не помешать тебе, я скрываю определенные вещи, да, и чтобы дать возможность встретиться с чем-то более глубоким. Поэтому арабы, которые ходят там в полном парадже и так далее, это не из-за скромности. Арабы, они очень скромные, ведут очень скромный образ жизни, очень распутные, вульгарные там и так далее. Это из-за того, что мужчина просто над женщиной хочет властвовать, только он тотально и так далее, то она там у него как рабыня дома закрыта, и так далее, если на улице выходит. Она же дома так не ходит, кстати, обратите внимание. Ходит там в штанах и так далее, с коротким рукавом, они дома не ходят в этой одежде. То есть это чисто, чтобы другие мужчины там не... Я такой хозяин, это мой курятник, да, и никто не имеет права к нему приближаться, и все. Явецкая женщина и дома ходит скромностью. У нас поведение скромности есть, даже когда никого нет в доме, даже в туалете, даже в ванной, когда я сам есть наставление, как правильно себя вести, насколько обнажаться, когда, в какое время, на сколько времени и так далее. И все эти вещи. То есть получается, отношение к миру, оно должно быть глубоким. Это качество осторожности говорит, говорит в мире есть что-то глубокое, в тебе есть что-то глубокое, не потеряй это, не страдь с этого и так далее. Приходит на смечество и сумасшествие вот эти два качества, которые каждый в сумаспекте говорит тебе. В мире все одно и то же, не такой разницы. Сумасшествие говорит тебе, в мире нет глубины. Это идея. Смечество говорит, в мире нет глубины. В принципе это подобие пьяному и сумасшедшему. То есть если ты хочешь увидеть максимальное проявление своего мировоззрения, насмечества и легкомыслия, то посмотри на пьяного и сумасшедшего. Когда смотришь на пьяного и говоришь, я не хочу таким быть. А, то есть ты не хочешь жить в мире, где все монотонно, все просто, да? А, почему же ты так живешь всю свою жизнь? Теперь я тебе показываю вторую комнату. Встретишься с максимальным проявлением идеи своей, что в мире нет чего глубокого. Вот смотришь на сумасшедшего. Сумасшедший живет, да, ему вдруг человек начинает пристать автобуса смеяться и так далее. Он живет в своем мире. Поэтому мы сейчас продолжим более подробно это обсуждать. Поэтому здесь написано, что и человек становится подобен пьяному безумному, которому невозможно что-либо объяснить и посоветовать. Потому что пьяный безумный не понимает объяснений, не принимает, тут написано резонов, на ювелите написано не принимает агангага, управления. Поэтому сумасшедшим ты не можешь ему сказать, там, наставить его на путь истины, да. Он живет в своем мире. Все, что ему говоришь, это неадекватно, потому что у него свои понятия. И об этом, сказал Царь Шлумов, это смех, я сказал, что он безумен. А веселье в проку в нем нет. Сказали мудрецы, смех и лихомысли приучают человека к прелюбодеянию. Да, обычно прелюбодеяние, оно начинается со смеха и легкомыслия. Да, то есть, всегда должно быть. Мы сейчас поговорим подробно о прелюбодеянии, просто приглашаем на следующий урок, кого-то интересует прелюбодеяние, поговорим о прелюбодеянии, как это работает, почему нужен смех и легкомыслие, потому что нас это интересует, эти вещи, хас вишелов, а потому что вы понятие, как Царь с нами работает, как он мешает нам жить. То, взятощим, до следующей встречи. Шалом.